Здравствуйте, все поклонники пошаговых стратегий вообще и Сидмейер Сивилизейшн 6 в частности. Фераксис выпустила Сидмейер Сивилизейшн 6 Anthology, то бишь антология шестой цивы. В этом наборе продается абсолютно все, что вышло к Сидмейер Сивилизейшн 6. Все дополнения, все какие-то патчи и прочее, прочее, прочее. В общем, это значит, что Фераксис работу над шестой цивой закончили. Никаких дополнений больше выходить не будет. Возможно, возможно, будут патчи, но я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь. И вот такие антологии обычно выпускаются, когда с игрой все сделано. Весь контент, который хотели разработчики, в него добавили, и больше ничего добавляться не будет. Кстати, если вы вдруг откладывали покупку, то, наверное, стоит шестую циву покупать именно вот эту самую антологию, то есть там будет все. В связи с этим у меня есть к вам два дела. Во-первых, у меня в Дискорде Дед Бородет задался вопросом, как вы считаете, является ли игра уже полностью законченной, не требующей никаких правок. Ну, к этому мы перейдем дальше. А второе дело, ну, пришло время рейтинга цивилизаций, конечно же. Подобное я уже делал для пятой цивы, теперь будет для шестой. Но сначала нужно ваше голосование и ваше мнение. Вот когда выйдет это видео, в этот же момент во вкладке сообщества на моем канале, появится сообщение, сейчас вы видите его на своем экране, там будет ссылка на голосование и кое-что, что я от вас попрошу написать, сделать, вы уже там сами почитаете. Теперь непосредственно к теме этого видео. Получилось ли Сидмерс Цивилизейшн 6 полностью законченной и не требующей новых дополнений? Или же в ней есть моменты, которые надо исправить, отбалансировать и, может быть, добавить какие-то новые механики? Несомненно, несомненно, есть. Поэтому и в сетевых играх мы продолжаем пользоваться модами. Ну, для начала вообще хочу сказать, что Фераксис особо не заморачивается по поводу баланса в принципе. Такое ощущение, что они выкатывают новые механики, а доводить их до ума им уже неинтересно. Особенно это заметно на примере режимов игры, которые они сделали. Ну, те самые тайные сообщества, монополии, корпорации, герои и так далее. Они супер несбалансированы, особенно при игре против компьютера, и исправлять это, похоже, никто не собирается, потому что, как вы понимаете, патчей больше не будет. То есть мы создаем контент, а тестировать его, балансировать как-то уже не особо интересно. Если же говорить в целом об игре, вот о глобальных вещах, то меня в первую очередь не устраивает туризм, механика туризма, сделанная в шестой циве, и возможная туристическая победа. Вы иногда жалуетесь у меня в комментариях, что вот, мол, опять научная победа. Ну, просто потому, что она легче всего достигается. Это проще всего, вы ни от чего не зависите. Туристическая же победа требует намного большего микроменеджмента, и самое главное, она до сих пор в игре очень неочевидно сделана. Вы должны сами высчитывать, сколько у вас там туризма против культуры у соперника, при этом вам надо знать определенные формулы. Вот я это знаю, могу представить, а обычный игрок, запуская игру, нигде в цивелопедии этого даже найти не может. Поэтому он удивляется, например, что ему внезапно писало, вам до культурной победы осталось 10 ходов, а на следующий ход ему осталось до культурной победы 30 ходов. Потом вообще этот счетчик исчезает. И он не понимает, что он делает не так. Кто-то может сказать, что, ну послушай, религиозная победа тоже очень сложна, особенно если ты играешь против людей. Но она хотя бы очевидна, во-первых, ее условия логичны. Вам надо половину городов каждой цивилизации обратить в свою религию. Даже не все города, чтобы было бы тупо, а половину. А в-третьих, если вы все-таки не можете добиться этой религиозной победы, сама по себе религия дает вам очень неплохие бонусы. Поэтому и основывать ее имеет смысл, и распространять ее имеет смысл. Это все равно помогает в игре. Упор же на туризм ощутимых бонусов не дает. Я думаю, даже немногие игроки в курсе, что вообще-то влияние туризмом дает хоть какие-то бонусы. Если ваш туризм доминирует в какой-то цивилизации, это называется культурная доминация, то ваши торговые пути в эту цивилизацию дают плюс 4 золота, шпионские операции в два раза быстрее проходят, и давление лояльностей ваших городов на эту увеличивается на 25%. В принципе, наверное, неплохие бонусы, но очень-очень слабенькие по сравнению с тем, как много вам надо будет вложиться в эту самую культурную доминацию. И как на самом деле просто от нее защититься. То есть недоработанная культурная победа. Во-вторых, очень зависящая от случайности дипломатическая победа. Слишком много всего должно сложиться, чтобы она произошла, а самое главное, что меня удивляет, это случайные предложения во Всемирном Конгрессе. Я не понимаю, почему нельзя было сделать то же самое, что было в пятой циве, когда два игрока выносили предложения. Один игрок был тот, кто является принимающей стороной во Всемирном Конгрессе, а его тоже выбирали на выборах. А вторым был тот, у кого, по-моему, больше всего населения в городах, что в принципе логично. И поэтому на Конгрессе всегда были, в общем-то, актуальные предложения, которые в данный момент игры интересны игрокам. Тогда, кстати, было бы, может быть, и проще добиться дипломатической победы, потому что тут тебе либо придется голосовать за нужное тебе предложение, либо думать о том, чтобы другой игрок, идущий на дипломатическую победу, не получил эти самые голоса. Кроме того, сама логика дипломатической победы тут хромает. Причем тут тот факт, что вы голосуете за то предложение, которое пройдет. Где тут вообще дипломатия? Мне кажется, что было бы логичнее, чтобы на это как-то влияли наличие союзов, дружбы с другими игроками, да хотя бы то же самое союзничество городов-государств, как было в пятой цели. Ну, правда, в шестерке это тоже опосредованно есть, потому что за союзничество городов-государств вам капает вот этот дипломатический капитал. Следующая штука, которая, по-моему, опять не доделана в шестерке, и на которую лично я возлагал большие надежды и думал, что это будет реально раскрыто, это несколько лидеров у цивилизаций. То есть, когда нам анонсировали шестую циву, нам сразу сказали, что у Индии два лидера, и я думал, что в дополнениях эту тему раскроют. В итоге, по-хорошему, у нас оказалось всего три раза, когда это используется. То есть, два лидера у индусов, потом Алиенора, которая для Франции и Англии, и Хубилай, которая для Китая и Монголии. И как будто даже в издевку над этой темой Фераксис зачем-то выпустила лидеров-клонов Катерины Медичи и Теодора Рузвельта. Просто в других одеждах. Спрашивается, а почему нельзя было выпустить просто вторых лидеров для Франции и для Америки? Почему надо было тех же самых, но другой одежде? Я вспоминаю четвертую циву, где в некоторых цивилизациях аж до трех лидеров на выбор можно было взять. Зачем вводить эту механику и в итоге ее не использовать? Потому что я таки считаю, что ее не использовали. Ну, понимаете, это все странно по той простой причине, что у Фераксис при этом хватает времени создать скаута с котиками и механику погладить собачку или погладить котика, да? Или создать режим апокалипсиса, в который каждый из нас там по разу сыграет и на этом все. При этом, как мне кажется, и Красная Смерть и режим про пиратов довольно интересны. Мне реально понравилось в них играть, но пираты, опять же, недобалансированные. Там есть одна определенная выигрывающая стратегия и все, и на этом все закончили там играть. А вот в Красную Смерть еще более-менее можно. Я же не говорю про то, что не надо было эти режимы вообще выпускать. Я просто не понимаю, зачем выпускать что-то и не доводить это до ума в итоге. Еще из таких глобальных вещей это, пожалуй, защита от самолетов и ядерных ракет. Самолеты все еще слишком круты, а защита от них появляется... Ну так уж получилось позже, причем частенько намного позже. И получается, что если вы с соседом идете наравне, но у него оказался алюминий, то он вас захватит. Шанс отбиться есть только в том случае, если кто-то из других игроков тоже вышел в алюминий и захочет его дать вам, а не тратить его на захват своего соседа. Ну и ядерные ракеты, которые полностью уничтожают всю защиту городов. Мне кажется, было бы правильным, если бы ядерная ракета полностью уничтожала всю защиту и половину хитпоинтов города, чтобы нельзя было его сразу захватить, чтобы вам хотя бы требовалось две ракеты, например, Кин. Ну и повторюсь снова, опять же, нету никакой защиты от этого. В той же пятерке, например, было бомбоубежище, которое снижало на 75% гибель жителей, потери инфраструктуры. В шестерке этого вообще нету, просто есть ультимативное оружие, а защищаться от него невозможно. Ну и неисправлено множество мелких недочетов, особенно это касается локализации на русский язык, где не переведены карточки до конца, то есть они вводят в заблуждение, как, например, карточка, которая говорит, что снижает на 30% производство для военных лагерей, а то, что она при этом еще и на гавани работают, догадайся сам. А если не брать в расчет локализацию, то даже в английской версии до сих пор неисправлено, как ускорять некоторые техи или что дают некоторые корпорации. Многие карты просто не сбалансированы, хотя мы уже давно не играли без бета-баланс-старт, я бы сказал, что в оригинальной игре и основные карты не очень сбалансированы, в том плане, что я согласен, нет ничего интересного, если ты будешь с самого старта уверен в том, что тебе достанутся все ресурсы, что они у тебя все будут, но у тебя же должен быть какой-то альтернативный путь, если они тебе не достались. То есть ты без алюминия самолетом просто проигрываешь, без урана не защитишься от ракет. Слава богу, в начальных эпохах без лошадей, например, ты можешь отбиваться от всадников, потому что копейщики не требуют ресурсов. И это, кстати, логично для стратегической игры, что наступательное оружие требует ресурс, защитное оружие ресурса не требует. Но в последних эпохах этого в шестой циве почему-то нету. Вот, в общем-то, с моей стороны все претензии к шестой циве. Я все-таки считаю, что игра получилась отличной, уже проведено в ней много часов и будет еще проведено много часов. Ну, а ваш ответ на вопрос, считаете ли вы, что Сидмэйс Цивилизейшн 6 получилось полностью законченной и не требующей исправлений или дополнений, я надеюсь прочитать в комментариях. На этом все, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Играйте в умные игры.